Ребята, меня мои перцы огорчили Гвоздь вошел в эту подошву Ребята, меня мои перцы огорчили Ребята, меня мои перцы огорчили Ребята, меня мои перцы огорчили Я пошел складывать, но... Давай, давай. Там же цивильные есть. Да блин, мне лень было туда идти. А вот открытые, что бы прикрыться-то? Нормально. Пойдем. Здесь прям один в один беретьево. Ну да. И здесь также расписаны года. Вон там, особенно, года расписаны. Там всё-всё-всё. Там плохо, понятно. Но старцы какие-то похоронены здесь. Ну это, наверное, эти священнослужители. Их обычно у церкви хоронили. Ну, походу, да. Вот. И вот здесь... Ну, я, кстати, как с топлом. Есть тёплая там вот тоже брошенная. По гостю и третьего. И вот, типа, вот эта церковь. Они очень схожи в строениях... Ну, не тоже в строениях, а именно из таких же кирпичей. Всё в старину. Вот. И... У меня старинные плиты на полу. Вот. Прям вообще. Плюс ещё вот такие керамические. Вот. Ты керамическую не находил. Отбитую. Ну... Посмотри, что написано. Производитель кто. Ой... Ну... Там раньше отпечатывали, кто плитку делал. Ну, они вот кусочки, они просто в... Не, я имею ввиду, если целиковую найдёшь, глянь. Ага. Вот целиковую... Вот кто-то сюда приходит. И... Приехал в тактане, наверное. И здесь мы встали лепнина. То есть, вот. Сюда тоже приходит. Вот. Лампадка, иконы. Здесь эфирки, они лежали там, на деревяшке. Я их сюда положил. Но это не наши. Ага. Это люди приносят. Я просто помню. Надо кого-то поминать. Ну, типа, да. Вот. Иконы все старые. Это по новее кто-то принёс. Вот. Тоже, то есть, плитки. И... Лепнина. Лепнина, где цветные, там даже есть с изображениями лиц. Вот здесь вроде бы тоже, кажется, где-то лицо, кажется, видно так слегка. Вот. Так же... Вот здесь... Прямо, здесь вообще прям вот... Немного отчётливо видно. Вот здесь вот руки что-то держат. Вот. Лепнина. Тоже большие иконы. Вот здесь лепнина сразу видно цветные. Раз, два. Вот. Это, по-моему, ребёнок что-то такое похожее. И вот здесь лепнина. Вот видны ноги. Но это не лепнина, это правильно фреска называется. Ну, фреска, да. Она как-то налепливается туда и сверху наносится. Вот. Ну, это на штукатурке. Ну, как штукатурка, да. Ну, вот. Вот. И... Вот здесь... Дача, наверное, прям заистемеет уже. На полу уже справа вообще. Тут плиты старинные. Вот. И... И... Тут коридор и комнаты. Ну, может, для служителей или просто дополнительные. Для прихожан. Вот. И... Здесь как бы... Ну... Обычно там молились. Вот такое. И туда проходили уже к основной части. Где уже стоял сам батюшка. И... Пел со всеми... Ну... Песнопения. Вот. И... Ну, как бы... Как у нас... Ну, я думаю, что так вроде происходило. Хотя могло и быть по-другому. Но... Я считаю как бы по-современному. То есть вот так там основная часть идут к батюшке. Здесь люди собирались просто свечки ставили. Здесь были иконы. Ну, как-то так. Вот. И... Смотрим. Стены. Пол. Вот. Вот здесь была труба. Сразу как бы эта черная стена. Я так понимаю, здесь была труба отопительная. Вот там еще узор на стене. Вот. Здесь, ну, опять же, для чего-то как бы было... Может быть, что-то либо икона, либо еще что-то. Ну, вот в какую... Я не знаю, что в этих нишах делали. Миша, но вот это почернение, оно... Ну, логично только подумать, что здесь была труба. Что-то вот, ну, именно она отопливалась. Смотри, заложен проход. Видишь, арка. А, арка, да. И причем, либо, может быть, это не заложено, может быть, даже это так было придумано, но потому что заложено в те же года. Ну, да, да, да. Либо это для красоты сделали, потому что в этом же месте висело, кстати говоря, здесь есть дерево вложено. Соответственно, здесь могла висеть икона. Ну, как вариант. Вот. Потому что здесь еще даже замазано. Не факт, что здесь был проход. Это именно какая-то была, ну, общественно, какая-то икона прям большая. Вот. Здесь я даже удивился, потому что они очень ровно делали подоконники геометрические фигуры. То есть угол, наклон, угол. Вот. И это как-то больше по-современному смахивает. Вот. Обычно, ну, должно быть оно как-то закругленно. Вот. Остальное, как бы, все старинное. Вот даже есть в стене. Вот эти вот, не знаю для чего, но они вот очень старые. Что-то, как крепление, что-то закреплялось сюда. Вот. Там также какие-то вот металлические, я не знаю, что там, но тоже были крепления. Вот. Опять же, может быть, ниша какая-то была. Вот. Есть вот сразу видно, что здесь дерево, которое держит все это. Ну, это это, как ее обрешетка, на чем должна держаться штукатурка. Ну, типа да, и глин со штукатуркой. Вот. Ну, здесь уже это перетерто все. Здесь, ну, мне кажется, здесь тоже что-то было нарисовано. Потому что я вижу очертание рамка. И вот здесь, мне кажется, была икона. или что-то подобное. Потому что она уже перетерлась, но рамка осталась. И вот здесь было. Вся стены уже пошли по трещинам. Вот. Даже вот какие-то вообще старинные. Там вообще как-то так классно. Классно. Вот. Там можно уже все рассмотреть. Нет, здесь мы еще не были. А, ну вот. Здесь вообще вот дыра, конечно. Но здесь, я не знаю, что здесь еще могло быть. Это вообще очень большая впадина. А лестницы нету на колокольне в стене? Ну, вот максимум, что только я могу предположить, где упала крыша, вот эта часть, где растет трава. В остальном, то там стена еще выше, могло бы быть там только. Это вот точно. Ну, даже можно пройти, посмотреть. Но, потому что больше дырдитов нету. У меня прикладывание только на это место, потому что оно тем не менее обухолилось. Вот. А нам видно, что здесь была крыша. Далее идет стенка. А сейчас какой-то был еще второй этаж при этом. И, возможно, это был пол деревянный, который просто рухнул. Вот. И опять же была труба. Вот. В остальном, потому что уже даже ходов... Здесь должен быть подвал. Если здесь было печное отопление. Возможно. Ну, подвал я, конечно... А! Вход в подвал должен где-то быть. И он все скорее засыпан. Возможно, потому что я в синею видел разверстия, которые в подвал нет. Типа они там тоже кирпичниками заделали. Слегка. Вот. Но, по-моему, возможно, есть подвал. А! Я, кстати, его для света не заметил. Здесь икона, крест. И еще иконка. Вот, кстати, вот так вот. Да, вот так вот почаще поднимать уже замер. Опять же, вот мы видим, как все устроено. Какие-то углы там, ну, железки. Вот там еще выше что-то, я так понимаю, тоже, может быть, плакат с иконой был. Вот. Вот. Сам потолок, кстати, вообще вот прям очень красивый. Потому что в лесу весело не устро, большая. И, как обычно, вот делать квадрат. Как строилась крыша. Вот это прям купол. Сам основной. Вот. Ну, это прям наподобие тех мест, где мы уже были. Беретьево и теплое. Вот. Ну, в принципе, я уже тут как бы рассказал. Ну, вот это место, церковь старинная. А далее у нас идут уже какие-то помещения-садки, я так думаю. Там еще поменьше есть подальше, а тут побольше. Возможно, что-то хранилось там. Подожди, я выключу машину. Проели. Здесь мы видим, что вверх, в втором дыне, которые могли подальше. Это, знаешь, что все скорее? Да. Какая-нибудь, либо дом этого папа, либо это была какая-нибудь церковная приходская школа. Небольшая, местная. Ну, возможно, потому что это так вот войти. Здесь можно наблюдать разделение, то есть какая-то часть одной комнаты, вторая там часть комнаты. Вот. Ну, они пока очень небольшие как бы были. Правда, вот места реально очень мало. Опять вот разделение. И видите, последующая часть. Вот это вроде бы побольше должна была быть, а те очень, ну, числоватые помещения были. Вот. Ну, это точно не с крыши упало? Не, это крыша. Ну, крыша упало, да. Она имеется в виду, что влезли некоторые. Нижние это полы, перекрытия. Да, полы. Точно. А крыша она в бокам упала. Ну, это все скорее, смотри. Это все скорее школа была. Видишь дверь? Вот дверь. Да, дверь вот. И вот тут тоже. Вот. Ну, она маленькая как бы, но, может быть, пару человек могли здесь учиться. Ну, человек десять, пятнадцать точно. Нет, пятнадцать уже, мне кажется, мы готовы. Нет, нет. Класс примерно такой в любой школе. Посмотри на тридцать человек. Вспомни. Блин, ну, это сейчас. Нет, если поставить так же парты по два, а может и по пять человек, если длинные. Ну. Ну, это как версия. Ну, да. Ну, с другой стороны, если даже сделать так, они будут, допустим, не туда парты, а наоборот, куда смотреть парты вот так. То есть, раз, ряд, два, ряд. Нет, да. Если вот так в длину, то, в принципе, будет где-то, ну, может быть, и наберется тридцать. Вот. Соответственно, там где-то в конце должно быть уже место для учителя. Или как бы это оно называется. Там-то можно выйти-то? Ну, да. Ты не выходил-то? Там можно выйти, да. Можем даже так пройти, как бы, посмотреть на последнее здание. Вот. Вот. А, и здесь еще была пристройка. Деревянная, правда. Может быть, это, ну, я даже не знаю, почему она может использоваться. Но, может быть, это просто так, скажем так, блин. Короче, там классы, а это уже веранда, скажем так. Типа, здесь пришли и все. Там разделись, там все переобулись, ну, как бы, и зашли в класс. Но она здесь именно деревянная. Потому что на кирпич где-нибудь, видимо, как бы я обычно не хватило, где-нибудь на кирпичи пристройка была деревянная. Вот. Сейчас вот покажу вот эту вот часть стены. Я даже уже создал, даже предполагать, что это. Потому что оно совсем маленькое. Может быть, что погреб, но эта версия маловероятна. Я, к чему-то зашла, опять же, вклад или вклад, потому что его всего лишь пищит. То есть, он не потратит просто. Что это могло быть, непонятно. Я думаю, что это просто помещение для складирования чего-либо. С одним окошком. Ну, ну или как версия. Кого-нибудь наказали там за плохое поведение. Посадили одного здесь учиться. Как вариант. Ну, потому что окно есть. Вот. Здесь, я думаю, что проход был. Вот. А так, типа... Ну, что еще тут? Ну, картошку могли хранить. У меня какое-то есть. Там продукты будут какие-то. Синих просто. А может, там-то не ездят. Вот. Вот. Здесь здание вот тоже. А, без крыши. А, вот здесь, кстати, было, видимо, окно, если это не прошло, вот здесь. Вот. Вот. Ну, вот здесь, ну, вот, видно, основание. Вот. А, вот. Куда нам нужно снова идти. Вот. Ну, возможно, может предположить, это, как школа вторая, но она может быть, это, как мы считаем, погреб. Почему-то. Вот. Ну, я на него тоже думаю, что это склад. Не знаю. Ну, это помещение. Могло быть это тоже. Либо школа, либо склад. Это уже решать тем, кто в этом разбирается. Потому что я только сужу по этой балке. Балка нижняя, балка верхняя. Если земля здесь выше, там ниже. Соответственно, это использовалось под что-то, ну, блин, у меня ничего не остается, кроме что-то типа склад-погреб вот так. Вот. У меня, как бы, версий очень мало. Сейчас этому зданию довольно очень много лет. Вот. Так что в комментариях лучше пишите, что это такое может быть. Потому что это всего лишь один вход и два кошечка. Аня, две кошечка. Аня, два. Раз, два. Всё, два окошка. Вот. Поэтому это уже решать тем, кто будет смотреть видео и, может быть, попадутся уже такие профессора, которые поймут, что это. Лично в моей версии я уже озвучил. Так что идём дальше. Ух ты. Я ещё не попал в дерево. Вот. Там где-то ещё есть огромные зоники тут внизу. Если будет время, мы можем заглянуть в них. Они вон там находятся. Вот. Даже можно сейчас пройти. Да я думаю, пойдём к машинам. Ну или к машинам, да. Можно, конечно. Потому что они там уже собрались, пока мы с тобой ходили. Это да. Но там прямо именно есть, прямо в прошлые дома уже они в землю уходят, а там есть колодец. И один каменный здесь. А где? Далеко? Нет, каменный около пруда вот здесь, ниже. А тот колодец прямо на участке. Вот. Поэтому. Но он там такой, типа возвышенный колодец. Вот. Рядом с прудом. Вот. А там, короче, бывшие дома. Мать. Ну, я предлагаю, чтобы могли жить церковные сожители. О! О! Вы как? Где вход? Вот я даже не знаю, это может зависит от рыбы. Я ж тебя спрашивал, в стене должен быть вход где-то. Вот. В какой стене вход? Вот. Вот. Сейчас найдем. Мы внутри ходили, ничего этого не видели. Все. Лезем. Так. Господа. Мы нашли это дело. Надеюсь, я туда спокойно залезу. Опа. Правда колокольня? Вот это тема. А мы искали подвал, которого, походу, нет. Не, подвал, он есть, но он по-любому засыпанный. Ну, либо засыпанный, да. Так. Ну, здесь вот мы видим... Подожди, мы еще пока ничего не видим. Там поудобнее, а там уже не очень. Ну, здесь, например, сразу можно вот приблизиться к старинным решеткам, а не про вот... Кованые. Да, кованая сталь. Кованая сталь. Именно, как чугун. Вот я подруглялся вот эти, как чугунные, прям вообще. Очень хорошему качеству, которое может еще и века прослужить. Вот. Слышно? Слышно? Вот. Здесь вид на колокольню уже ближе. Отсюда мы видим очень красивый вид на колокольню. В саму колокольню мы не попадем, да? Это, походу, да. А там уже вот крест со ржавой крышей. Ну, прям вообще вот... Надо пойти посмотреть. Да, надо посмотреть, пойти. Вот так неожиданно получилось. Слышно. Режим. Ух, ты пока. я комментировать ничего не буду потому что я хриплю а нет я только первый я еще на эту сторону не ходил вообще шикарно а вот я про это и говорю вот лишний раз мое доказательствах камни а мне все утверждают что типа эти камни ну вот кирпичей у них не хватило вот курсунули камень до херня все это чё чему поклонялись до христианства камнем в каждой церкви камни и здесь еще ну это уже нужно это крюки там всякие это кованный каркас тут сама тут было еще до крыши вот гвозди у них и заметь это не для усиления как утверждают мне некоторые а это именно над железкой стоит вот хочу ко мне так что ладно туда не пойду конечно блять я и думаю что-то мешает мне проткнул берцу вот тебе дагестанские берцы гвоздем протыкаются все чисто 44 тысячи на ветер дожди да вам то блин хорошо вот здесь есть лестница далее здесь полочка на котором принципе можно тоже забраться и там где сухая что и это сама колокольня а дальше живой сложно забрать забираться ну да не мы не полезем в гнездо это да я здесь то еле пролез давай и мы сейчас тоже спускаемся короче ребята меня мои перцы огорчили гвоздь вошел в эту подошву вот так без комментариев на он на ширике включен так да прямо снизу оттуда подожди теперь слушай у меня не видно дырень подошвы но отсюда плохо видно визуально ну что я могу сказать ты бы на железку встал да не я сейчас по другому немножко жалко конечно вот поэтому я и не хотел дагестанские берцы потому что с белорусскими берцами у меня таких блять проблем не было вот так вот а тут ржавый гвоздь они не выдержали придется заклеивать клеем ну вот вот так вот это можно сказать ответ диману который мне говорил что там который точнее троллил меня насчет пепси и говорил с зависимостью от запада вот тебе живой пример ботинки не могут делать в которых подошва не протыкается в воздев да а я хожу думаю что-то пальцу мешает я еще думаю такой что мне могло попасть вот крошка какая-то такой думаю блять гвоздь наверно торчит вот так загибают точно гвоздь ну да да это хуято но я не нашел в этом году белорусский ну на валберсе я уж не стал заказывать хер его знает я там обувь не брал сколько 350 ну они кожаные да кожаные смехом а нахера тебе сейчас смехом жара на улице да ты чё блин это летние у меня в них уже все ноги сырые вон те дома стоят старинные видно их да не сейчас поедем уж в камешки вон он ладно я тебе говорю я сейчас воду выпью сосиски съем и это еще такое короче воду выпьем сосиски съем и нам не достанется еды короче то же самое грустное повнуши тебя да а потом тебя потащи да короче останутся у меня только оружие мы не мусорим мы кидаем мусора серёги в пакетах да я пошутил в смысле блогерские предметы мы потом найдем мусорный пакет заебись я мусорка ладно шучу может у церкви встали а серёга набрал ну может быть может с узбеками решили поговорить это прораб бригады узбеков которая восстанавливает церковь так что вот вот кстати салима машина сзади меня хорошая машина как раз про которую ты это думал да вот заебись вариант ну что он сам надевался ну да я бы ещё ноги спустил по краям ноги не не лезь так нормально да да уж вон они не не ты чё он блин за ручку ходил я не хочу я не хочу кстати может они за сморочками ходили да ну скорее всего да только потом пойдёшь когда я снимать буду ладно я думал сейчас я быстро ходу но что-то я застремался главное не думать не особо а сейчас там в домике сядем и поедим смотри только на бетон я слепой то прошёл я ещё и снимал при этом как я иду на бетон только смотри ни влево ни вправо ну ты же при ком случае не разобьешь спасибо спокойно смотри к кому надо смотри к кому надо сейчас кажется так и не страшно не мне мне просто на лепесток вот так я лучше пройду потому что у меня будет хорошо у меня ты можешь на тампонию пойти а нахуй мы тут кипёмся ну там опаснее там 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 что Гриш? ну лучше тут пройти ну а что там? ну ногу можно сломать ну ты просто пройдёшь а там ногу сломаешь ну либо вы чё совсем какая нахер нога? так щепот я чё не там я чё не там я чё не берёг смотри на меня вот так берёг и ползёшь не я могу и с твоей пройти не ори всё иди ну влаги вы чё Серый не ори блин реально тут побыстрее было умы умы должны быть блин эй умы это тебе сказали умы умничает идёт там блин я не знаю что они там должны быть а чё блять тут ебусь хуяк ебись нахуй я чё-то там блять мастер спорта покорил речку по альпинизму ебать слушай а вот это бобры же да? да бобры а чё уже не стей я и с толками тут прорезу как бы ладно а я как-то не обратил внимание я думал может там это бобровая конфетка давай сейчас уже снимем её я ещё такой же на самом деле вот очень красивая такая бобровая конфетка не знаю нужна ли она им там пусть будет там она с деревянной да да она в теории поплывёт она даже поплыла в смысле смотри не там там забито всё в смотри а вырежи это я не знал что они да ладно адрес это оставь свой Александру Геннадьевичу он тебе перезвонит Серёга потом достанет на обратном на обратном пути её достанет интересный способ привлечь инвесторов дай какую-нибудь хуйню про Александру Геннадьевича на камеру оставить свой адрес он тебе приедет разбираться Александр Геннадьевич вы меня конечно извините отложим это вот у меня есть проект стартапа и короче ему бизнес-план прототип хорошая тема Серёга потом сними смотри чё там отсюда бревна выстают это уже на столяр пробивается ёлочки пробивается природа наружу маленькая какая пока все наши собирают собирают рога вон мне Стас что-то показывает чего там хрен его знает сейчас увидим чем-то он мне трясёт может быть там труп мёртвый проститутца но откуда она в лесу проститутка стояла на кохлушке когда мы ехали из заброшенной деревни сюда сейчас я посмотрю что-то нет это разговор о книге трансерфинг реальности когда отпала надобность я нашёл рог хотя я сегодня искать не собирался вообще от слова совсем что-то как-то низко самолёт да вот в общем все нашли по одному рогу говоря ну я и не собирался искать он грамм грамм так на 300 весит ну может на 450 вот чисто так но это чтобы нам обидно не было всем в порогу досталось ага ты зря про уровни начал говорить а потому что у тебя потом финальная битва с боссом может появиться из-за рогов а ха-ха-ха я посмотрю на тебя как ты будешь это через ворот пытаться выйти с набитым рюкзаком ха-ха-ха ха-ха-ха что ну да это как вес слышь Серёга это как вес ага полиция ты такой оп где и правда рога надо же а я не видел ха-ха-ха примерно так вытекает с тех этих отходов которые в этих лесах закопано вон трассер приехал выкапывать артефакты да